Там молодуха возьмёт и заберёт. Во! Пускай у меня топчется, это моё добро, это моя собственность. Как я его душевная собственность, так и он моя собственность. Я надеваю и биться буду за это. Можно я тогда рассужу? Я делаю такую культуру. Не, мне нравится очень. А просто может быть у людей есть вопросы, да. Класса, вы молодец. Вы знаменитая, слава России. Алё. Вы шпарите людей, понимаете? Шпарите мужиков и женщин. Прекрасно. А вы замужем? Да. О, замужная женщина говорит. Легко с мужем жить? Очень. Очень легко? А сколько лет живёте? Много. Вы знаете, когда мне говорят «легкой», ну не верю, девочки. Ну не верю. У меня к вам вопрос такой. Сколько вы засматривали? Сколько? Да сколько засматривала? Смотрите, на сегодняшний день официальное то, что я смогла собственно за 15 лет выявить, это 183 свадьбы. Но это официальное. На самом деле, ни на одной свадьбе, нет, на двух, на своей и на одной молодёжной свадьбе я сидела посажённой матерью. А потому что люди стесняются. Ведь если меня надо показать, значит мне надо сказать, что это сваха, значит надо людям рассказать, что посредством, через посредника любви, а люди комплексуют по этому поводу. Ну бог с ним, и главное свадьба есть, потому что самое важное для меня. Хотя мне обидно, честно говоря. Я считаю вообще по-другому. Я считаю по-другому. Мы когда идём искать мужа, мы идём искать счастья, девочки. Мы идём искать и своего бабьего счастья тоже. Что такое надо? Ну, по крайней мере, было счастье. Дети твои живы, здоровы, благополучные, с тобой в ладу, и ты не хоронишь своих детей. Мужик у тебя рядом, с которым дышится и молчится, и с которым не как жаба в постель, и которому в один с ночи хочется варить в пельмени. И бабья счастье, когда всё ладится дома и не дома. Терпеть я не буду. И вам не дам. Наташенька, а вот теперь судьи, ты поезу пятую. Наташ, ты замужа? Минута. Ты замужа? А ребенок? Муж простой, официально. Официально. Демидюга, венчаная, розы. Да ты чё? Нет, прошу же, я рад за тебя, мать. Тогда мне вообще непонятна твоя политика партии. Терпеть. Да жить хочу. Терпеть. Так жили, кто тебе мешает. Выбрать мужчину, единодушника. Наташ, когда мы выходим замуж, что мужчины, что женщины декларируют, это правильно. Мужчины нам обещают, что они сделают нас счастливыми. Мы обещаем мужчинам, что мы будем ласковые, пушистые, но откуда берут сладочные жёны. И никто не говорит, и все прекрасно знают, что семья это на самом деле труд. Так вот, когда декларируем, мы свои недостатки не покажем. А бензопил, дружба, восхитывая, креновые мужики. Какие превратились у нас мужчины мальчимы. Это наши мужики, это результат нашей группы. Это мы бабы дуры, ничего не делаем. Так, друзья, пожалуйста, задавайте вопросы. Я предлагаю вас...